Девушки отдыхают Еще бы! Даже я волнуюсь! Направьте палочку на текст «Вступление» и вытяните его, чтобы узнать, что нам приготовила книга. Превосходное владение палочкой, знание волшебных слов или чутье к зельям полезны лишь тогда, когда их можно применить на практике. В этой главе вы научитесь чинить предметы и избавляться от беспорядка. И главное – защищать себя от опасности. Выучите эти заклинания на зубок, чтобы уметь произносить их даже задом наперед. Но помните, некоторые заклинания, если их произнести задом наперед, могут привести к очень неприятным последствиям. Кажется, стоящая находка. Итак, штурмуем третью главу. Откройте следующую страницу. Заклятие долота Чтобы узнать о заклятии долота, вытяните светящиеся слова или переверните страницу, чтобы продолжить. Заклятие долота Заклятие долота позволяет с легкостью прорубаться сквозь землю или камень. Кем бы вы ни были – травологом, разыскивающим растения цапень, или ликвидатором заклятий, раскапывающим гробницы древних магов в поисках сокровищ. Освоив заклятие долота, вы сможете выполнять самую тяжелую работу одним движением палочки. Не забудьте, ваша находка отправилась в раздел сувениров вашей книги. Еще одна запись от нашего невоспитанного, но довольно талантливого предшественника. Давайте прочтем. Давайте. Так, что у нас здесь? Я узнаю это заклинание. Чтобы увидеть эффект, махните палочкой в сторону этих предметов. Заклятие удвоения. Волноваться не стоит. Копии никогда не заменят оригинал. Давайте посмотрим, сколько штук можно сделать. Заклятие удвоения, оно же заклятие умножения, было изобретено ведьмами-близнецами. Хеликсы и Сайны Хислов. После того, как эта эксцентричная парочка умерла, их родственники поняли, что в доме, где близнецы прожили всю жизнь, каждый предмет встречался в двух экземплярах, не исключая и две письменные инструкции к изобретенному заклинанию, лежащие на двух одинаковых кухонных столах. С этим заклятием удвоения не все так просто. Маги постоянно спорят о том, является ли копия равноценный оригинал. Изначально предметы-близнецы совершенно не отличаются друг от друга. Но копия всегда выходит из строя быстрее оригинала. Неприятная особенность этого заклинания состоит в том, что остановить его может только тот, кто произнес. Если же заклинатель этого не сделает, заколдованный предмет будет копироваться много часов или даже дней подряд, пока копии не начнут становиться размытыми. Прекрасное умножение. Закончив, удерживайте кнопку круг, чтобы пойти дальше. Вы узнали о заклятии Долота. Откройте следующую страницу, чтобы научиться им пользоваться. Деньги сейчас будем штоповать. Так не пойдет. Теперь уберите грязь, и мы перейдем к изучению заклинания. Так. Опять грязная работа. Хорошо. Теперь посмотрим. Теперь надо выучить волшебное слово. Для этого вытяните светящийся текст. Дефодио. Произнесите Дефодио, чтобы наложить заклятие Долота. Произнесите заклинание вслух. Дефодио. Так. Теперь движение. Вытяните картину. Чтобы наложить заклятие Долота, махните палочкой вниз, затем налево и снова вниз. Чтобы начать копать, представьте себе ступеньки, идущие вниз. Блеск. Еще разок, но фигуру будем чертить по памяти. Прекрасно. Увидев объект, который можно выкопать, направьте на него палочку и удерживайте кнопку Т. Ага, зубастая герань. Направьте на растение палочку, затем нажмите кнопку Т, чтобы выкопать его. Это сувенир. Да у вас талант кладоискателя. Вы освоили основы заклятия Долота. Теперь попробуем применить его на деле. Переверните страницу. Начинаем копать. Чтобы потренировать заклятие Долота, поднимите текст упражнения. В работе с заклятием Долота главная практика. Сейчас книга создаст особое пространство, где вы сможете покопать без всякого ущерба для реальных объектов. Здесь понадобится дефодио. Ступеньки, помните? Вниз, влево, вниз. Так, что сразу делаешь? А-а-а! О, нюхлеры! Безобидные существа, только вот очень любят заимствовать чужие блестящие предметы. Если у вас в карманах были монеты, проверьте, на месте ли они. А вот и нюхлер. Маленький воришка. Он ухватил один из ваших галеонов. Смотрите внимательно. Нюхлеры обожают находить блестящие предметы и закапывать в землю. Чтобы откопать галеоны, вам понадобится заклятие Долота. Хорошо. Продолжайте в том же духе. Не позволяйте нюхлерам украсть все монеты. Иначе придется начинать все заново. Направьте закап, так вы быстро разбогатеете. Великолепно. Еще один галеон выручен. Еще один воришка. Верно. Следите за ним. Он стащил галеон. Нужно заметить хорошо. Приглядывайте вон за тем воришкой. Вон он побежал с вашим галеоном. Еще один воришка. Так вы быстро разбогатеете. Что-то их больно в лобе стало. Он стащил галеон. Великолепно. Еще один галеон выручен. Отлично. Хорошо. Хорошо. Нужно заметить, где он закопает монеты. Хорошо. Он стащил галеон. Так вы быстро разбогатеете. Великолепно. Еще один галеон выручен. Превосходно. Что-то плоховато. Не помешает еще потренироваться. Но в целом все хорошо. Вы получаете пять очков факультета. Угу. Слово-то. Ладно. Ничего страшного. Еще накопаюсь. Отлично. Это, конечно, не самое мощное в мире заклинание. Однако заклятие Долота весьма полезно в разных ситуациях. Откройте новую страницу. Займемся чем-нибудь еще. Интересно, чем же еще? Исправляющее заклятие. Чтобы узнать об исправляющем заклятии, вытяните палочкой текст или переверните страницу, чтобы начать обучение. Исправляющее заклятие поможет починить сломанный предмет одним взмахом волшебной палочки. Промахи случаются у всех. Важно уметь их исправлять. Однако самым неуклюжим ученикам стоит помнить, что мастерское владение этим заклинанием не отменяет необходимости аккуратно обращаться с предметами. Кажется, стоящая находка. Миранда оставила рассказ об этом заклинании. Чтобы услышать его, вытащите текст или переверните страницу для продолжения. А сейчас вы услышите сказку об исправляющем заклятии. Есть желание прочитать историю про заклинания? О, да! Множество разных исправляющих заклятий использовалось веками. Но самое мощное и эффективное из них было изобретено в середине 18 века Арабеллой Ордж. Из-за крайней застенчивости Арабелла не могла подняться выше должности младшего клерка в отделе использования магии не по назначению. Незаметное и тихое, Арабелла впадала в смущение, когда к ней обращались. И поэтому получала самые неприглядные поручения, такие как сортировка и... Ну, нет. Типичное не то. Почему? Как хорошо танцуют. Упс! Такие как сортировка и чистка клеток для министерских сов. Бульвар! Однако Арабелла проводила все свое свободное время, экспериментируя с заклинаниями и пытаясь улучшить и усилить их исправляющий эффект. И только счастливый в каком-то смысле случай помог обнаружить скрытые таланты Арабеллу. 1754 год. Известнейшие в Европе мастера управления метлой и заклятые враги шотландец Торкил Мактавиш и итальянец Сильвио Астольфи решили провести грандиозную гонку от Абердина до Рима. Она должна была состояться ночью, чтобы не привлекать внимание маглов. Поехали! Представители правительств обеих стран собрались у финишной черты, чтобы насладиться каждым мигом захватывающего зрелища. Арабеллу тоже позвали. Правда, чтобы присматривать за багажом и порталами. Кульминация гонки действительно оказалась очень волнующей, но по совершенно неожиданным причинам. Когда Астольфи и Мактавиш появились на горизонте, уже светало. Гонщики направлялись к Колизею. Вот тут-то между возбужденными болельщиками обоих магов и вспыхнула потасовка. О конкретной причине драки горячо спорят до сих пор, но факт остается фактом. В результате произошел сильный взрыв, а когда дым рассеялся... Оказалось, что Сильвио Астольфи превратился в... Господи боже мой! Смело, но неверно. Тяните другую закладку. Ах... Вот тут-то не понравилось. Астольфи превратился в цыпленка. У Торкила Мактавиша колени были повернуты назад. А Колизей лежал в руинах. Так и оказалось, что зрители стали свидетелями самого крупного нарушения международного статута секретности за всю историю его существования. Мало того, что никто из волшебников не знал, как устранить колоссальный ущерб, так еще и добрую половину Рима перебудило взрывом. И тогда вперед спокойно и неторопливо вышла Арабелла Ориш и взмахнула волшебной палкой. Вернула на место несколько колонн, применив собственное восстанавливающее заклинание. Потрясенные эффективностью этого заклинания министры умоляли Арабеллу раскрыть его суть. К тому моменту, как взволнованные маглы оделись и прибыли к месту происшествия, там ничего не было. Кроме Колизея в его привычном виде, да еще кучки странно одетых людей, пытающихся успокоить напуганного цыпленка. Арабелла получила орден Мерлина первой степени, а ее исправляющее заклятие с тех пор стало очень популярным. Интересно, а чуваку ноги-то хотя бы на место вкрутят? Обожаю эту историю. Хотите научиться исправлять предметы с помощью магии? Хотим! Хорошо, переверните страницу и давайте выучим исправляющее заклятие. Давайте выучим слово и движение для ремонта с помощью магии. Для колдовства нужно выучить волшебные слова заклинаний. Укажите на светящиеся слова палочкой и нажмите кнопку Т. Репару! Заклинание для исправляющего заклятия звучит как Репару! Теперь произнесите заклинание ясно и четко. Три, два, один и... Славно! Итак, вы готовы научиться нужному движению палочкой. Вытяните волшебную картинку со страницы. Для заклинания Репару начертите палочкой квадрат, начиная с левого нижнего угла. Чудо! Повторите еще раз, только чур не подглядывать. Угу. Вот так. Сотворив заклинание, махните палочкой в сторону сломанного предмета. Так, что это сломано? Кажется, эти часы не надо чинить. А, наверное, я слишком быстро говорю. Махните палочкой в сторону сломанных часов, чтобы наложить на них исправляющее заклятие. О! Профессиональный ремонт. Неплохо. Вот так дела. Оказывается, есть еще какие-то сведения об этом заклинании. Если заинтересовались, вытягивайте заметку. Если нет, пролистывайте. Заинтересовались. Это исправляющее заклятие действует на большинство материалов. Хотя некоторые поломки, вызванные особенно редкими и мощными проклятиями, на него не реагируют. Запомните, что исправляющее заклятие ни в коем случае нельзя применять к живым существам. Это заклятие подходит только для неодушевленных предметов. Попытки залечить с его помощью раны приводят к ужасным рубцам. Чудесно! Надеюсь, вы все запомнили. Чтобы продолжить, закройте книгу и выберите вторую часть третьей главы. Можно продолжать. Чтобы открыть меню, направьте палочку на сияние на обложке и нажмите кнопку Т. Ну что ж, друзья, продолжим в следующей серии. Оставайтесь на канале Игрофильмы. Чтобы было ждать, Неủ ais. Игрофильмы в следующей серии с topics сychém для depthят от Продолжение следует...